Ну что ж, не кисленький фильмец-то получился. Но почему он не прошел в эфире? И сейчас объясню. Все дело в том, что рано или поздно человек, хапнувший телевизионного счастья, становится крутым неимоверно. И штаны-то у него от крутизны, и цвета они зеленого, либо малинового. Ну а потом он про счастье ТВ забывает и крутится два месяца, может полгода, ну или год. А потом хоба и счастья-то нету. Вот тут-то то самое и случилось. И вот тут-то надо понимать, что теперь телевизионное счастье меряется в условных единицах, в евро. И это тысяча евро в месяц. А нету так и нефиг строиться. И поэтому фильм-то я собирал в течение шести лет. Ну да ладно, собрал. И вот вам в довершении сюжета, как мы ездили в Бангкок. Ну вот есть методы изучения английского языка от Илона Давыдовой. Тот английский язык, который они преподавали в школе, в нашей 33-й школе, позволяет мне и моей супруге более-менее объясняться на английском языке с местным населением. Но дело в том, что этого языка-то мне, конечно, хватает. И вы наверняка уже увидели. Многое увидите. Еще кое-что. Что касается Бангкока. Очень большой город, 15 миллионов человек. И способы перемещения здесь. Мы выбрали именно такси. Теперь, что касается того, чего вы не увидите. Да, честно говоря, храмы, в принципе, однотипные. А когда вы приедете в Таиланд, если вы остановитесь в Бангкоке, у вас будет гораздо больше времени на то, чтобы посмотреть это. Для этого вам достаточно всего лишь купить туристическую карту и прокатиться на метро либо на тук-тугах. И все, пожалуйста, вам изумрудные Будды, лежащие Будды. А вот в центр города нас не пустили, потому что внезапно тайландцы решили забастовать. Так что экспресс-метод по Бангкоку. Вот Алексей Челейкин. И что в центр мы не заехали, и там вообще-то не Майдан. Там при благосклонной любви к монарху с успехом сдвигается премьер-министр. Там тепло и все хорошо. Краснорубашечники меняют площадь на желтые верха. Хлоп и нету премьер-министра. Хлоп в служителей закона летит газовый баллон. В общем, хлоп. Клевая страна. А хотите хлоп, я вам покажу, как устроен президентский дворец. Вот только вас туда с камерой не пустят, а у нас есть возможность на фото снять и вам показать. Ну вот так получилось, что сюда... грандиозный дворец, а он действительно грандиозный. Нас везде, когда мы не впустили. Поэтому нам приходится довольствовать с съемкой на фото. Ну, в этом-то и наша специфика, что мы даже на фото умеем снимать видео. Ну вот, я вам на фото покажу и как понимаю, что на фото снимать-то проще. И фото не забирают у нас, так что с фото можно. А вы и сами поймете, что такое Таиланд. Много, конечно, гадов всяких, пинает нас с мыслями-то неверными, но в столице чувствуешь многовековая жизнь и как она должна быть. Да не было у многих счастья на веки вечные. И, конечно, некоторым счастье человеческое чуждо, да и радости-то никакой. А вы вспомните, когда к негров штатам стали относиться с уважением. Когда мы, любя себя, будем относиться к старикам и жителям сел. А чудеса фашизма вертятся и сейчас. Да не было у нас нормы. Да потому, что отдельным государством норма-то и не грозит. Потому, что в говне вертится фашизм. И это все не очень-то хорошо. Я, конечно, знаю места, где все в шоколаде, но как туда добраться, то в то место, где не ступала нога страны, толкующей только о том, что она знает демократию. Да стала меня такая страна. Но вот в этой стране с большим для меня удовольствием люди относятся к любви всего моего детства. А это то, на что бы я променял песнину всякую. И вы думаете, что я писака? Да нет. Любовь всей моей жизни это самолеты. Я в Таиланде купил себе то, что сделал на меня самым крутым перцем в магнитке. И пусть это было недолго, но первый полноценный электролет в городе поднял я. Ну, за это хоть немножечко почета дайте, а? Для того, чтобы понять грандиозность Таиланда, достаточно приехать, точнее, поискать. И достаточно долго поискать, используя интернет. Вот это магазин радиоуправляемых самолетов. Такого я не видел нигде. И когда увижу, непонятно. Но вот, пожалуйста, фантом с прямоточным реактивным двигателем. Вот ради чего я приехал в Таиланд и ради чего мы колесили по Бангкоку практически 3 часа. Да, вот до такого дойти. И нам-то, конечно, это очень далеко. До полетов и практически на сверхзвуке. Хотя, очень хочется и в этом-то быть первым. Но вы теперь-то должны понять, кто и как от нас ускакал и куда ехать-то надо. Да, по всему тайцы сделали всех. По звуку, по музыке, по хобби, да и везде. И тут начинаешь понимать, что это чудо там, где валены деньги. Куда Америка валила? И это дороги-то, где ценятся свои машины, а то, что ввезено стоит, блин, пасхалий так много, что и нам-то не впору. Я вам расскажу, что старенький Мерс там 5 миллионов и это не 600-й. Хаты в разы дешевле, чем у нас и это в Бангкокке. Не помню, как с лечением, но если там из мужика делают бабу, то лекарства там, естественно, недороги. Я бы сейчас проверил бы и онкологию. Хавка, да тут все разбирается, вся, то есть вся курица жареная, тут ее в оконцовке-то и нет. Фрукты, да их много и это надо покушать, причем фрукты все. Жареные, пареные, жители моря и озер тут же. Да это просто сказка какая-то приехать в Таиланд. Есть определенные особенности тайского гостеприимства. Почему не обязательно ехать туда, где не обязательно ехать туда, где 5 звезд. Сейчас все объясню по порядку. Дело в том, что пока в Магнитогорске от 5 до 10 градусов тепла, здесь 35. И даже солнечная Турция не имеет таких показателей по температуре. И даже завтраки, вот такие, два яичка, салатик и две сосиски. И этого достаточно, потому что есть много здесь, ну как-то сложно, а вот пить надо побольше. Все остальное время вы, как правило, не проводите в отеле. И отелей с личными пляжами здесь тоже нет. Поэтому смысл 5 за 2,5 тысячи, либо 3 за 20 тысяч рублей. Причем готовят всегда великолепно и вкусно. Здесь нет security, ну по крайней мере в нашем отеле. Поэтому приносили мы сюда все, что угодно. Пить здесь можно, опять же, все, что угодно. И народ местный этим уже и занимается. Ну, в отличие от Магнитогорска, например, пиво не обладает строгим димедрольным эффектом. Все, что крепче, тоже не заставляет вам с утра почему-то за печень хвататься. Дальше подумайте. Как здесь реализовывать all-inclusive, то есть постоянное приготовление пищи, когда на улице очень тепло. И вот тут включается закон ГЕСа. С увеличением температуры на 10 градусов скорости химической реакции соответственно увеличивается в два раза. Ну, сами подумайте, свежие продукты просто не выдержат постоянного нахождения в локах. Поэтому спокойно выходите, не перекусить здесь море. Готовят тайцы великолепно. Даже можно и серединку найти, местечки надыбали. Морепродукты, ну, мы предпочтили рыбопродукты и ужин на двоих вместе с воодушевляющей жидкостью. Это всего лишь 350 бат, что по-нашему 300 рублей. По-моему, более чем демократично и можно спокойно отдыхать, тем более типа не в сезон, когда за все пробывание здесь дождик был один раз в ночь, и вчера немножко накрой пол. А так жаркое солнце и море удовольствия. Вот чем радует Тайванд. Конечно, круто, конечно, хотелось бы еще. Конечно, круче только Сингапур, Америка и Япония. Но туда ведь визита нужна, а в Тай нет. И когда-нибудь я, возможно, путем Ютуба или Вимео приглашу и своих жителей магнитки посмотреть Тай и второй раз, а может быть и третий. Но почему Ютуб? Да потому, что мне, походу, предстоит жить только там, где с моей опухолью мозга буду справляться, а не хоронить. Так что до скорого, любимый Тай.